Я вижу Как на нахлепе Кровавые Когда-то шел Христос по ней Израненный Он шел и сказал Меня А я уйти А я лежал В арбум Двухом и стель Заны Он шел искал Меня А я уйти А я лежал В арбум Двухом и стель Заны Заботясь нежна Во мне Порой ночной Он шел искал Меня Среди Вражды Русской А я Беспечен Не знал Не знал Его любви Не знал Его забот Тонул Пучи Не злой А я Беспечен Был Не знал Его любви Не знал Его забот Тонул Беспечен Беспечен Тонул Беспечен 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 Мне будет освещать Тебя Отно Мир Людской Не может Затоптать Мир Мир вам, дорогие братья и сестры. Сегодня, в этот вечер, Господь нам позволил еще раз, вместе, читая Его Слово, размышляя над Ним, совершать совместную молитву благодарности. И у нас есть сегодня прекрасная возможность от Господа, осознавая реальность сложности нашей жизни, снова и снова сфокусировать на нас. Наш взор на нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе, о Котором мы вместе с вами пели в этом прекрасном псалме общим пением. Нам очень важно снова и снова фокусировать наш взор на нашем Господе и Спасителе, для того, чтобы посредством истины Евангелия укрепить в наших сердцах уверенность на Господа. Вследствие чего мы будем иметь дерзновение для нашей христианской духовной жизни. Хотелось бы читать вместе с вами текст из первого послания Петра, первого глава с 18 по 21 стихи. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время в странствовании вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира. Перед нашей молитвой мы обратим наше внимание на важность искупительной жертвы Иисуса Христа для нашей жизни. Читая этот текст, мы видим, что слово «искуплены» является ключевым в данном отрывке. Этот термин означает приобрести освобождение рабу, заплатив вместо него выкуп, или же избавить из рабства, заплатив определенную цену за раба, или же вместо раба. Слово «искупить» употребляли тогда, когда совершали экономический обмен ценностями. К примеру, раб стоит 10 тысяч рублей. Человек берет эту сумму, приходит и платит его владельцу, после чего раб переходил к плательщику, а его бывший владелец не имел никакого права на него. Новый хозяин имел право и власть распоряжаться своим рабом так, как он считал это нужным. К примеру, были случаи, когда новый владелец отпускал раба на свободу, но поскольку раб не мог сам своей свободой правильно распоряжаться, то он добровольно и с благодарностью принимал решение остаться на всю жизнь у своего хозяина и служить ему. Отступив от Бога, человек попал в тяжелейшее рабство, оказавшись во власти греха, дьявола и смерти. Чтобы освободить мир и человечество от власти сатанинских сил, потребовалась особая спасающая сила. И эта особая спасающая сила была дана нам от Бога во Христе Иисусе. Именно для осуществления этого спасения и явился в мир Иисус Христос. Своей смертью на кресте Иисус Христос приобрел нам вечное искупление, о чем мы и читаем в Священном Писании. Итак, искупление – это освобождение из рабства греха путем внесения платы, в результате чего искупленный переходит в распоряжение искупившего, добровольно направляя свою свободу для служения тому, кто его искупил. Господь в Своем Слове провозглашает для нас радостную весть о том, что в результате искупления нам прощены грехи. Если мы читаем Священное Писание, то мы находим для нас очень важную истину о том, что грехи прощены все без исключения, благодаря искупительному делу Иисуса Христа. В послании Колоссянам 2 глава 13 и 14 стихи мы читаем. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее у нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Мы читаем о том, что Бог берет от среды рукописание, которое было против нас, и истребляет его, пригвоздив его ко кресту. Что значит «истребил рукописание, которое было против нас»? В переводе с греческого языка эта фраза значит «стер долговую расписку». Дело в том, что в древности ко кресту вместе с преступником прибивали табличку с перечнем совершенных им злодеяний, чтобы все знали, за что он казнен. Все люди согрешили перед Богом и находятся в неоплатном долгу перед Ним, поэтому им вынесен смертный приговор. Но через жертвенную смерть Христа на кресте Бог полностью стер всю нашу долговую расписку, то есть покрыл пролитой кровью Христа, даровав таким образом прощение всех наших грехов. Другими словами, нет ни одного греха, за который Христос не внес бы плату, или же который Христос не оплатил бы Своей кровью. И этой крови достаточно, как и говорит Господь в Своем Слове, чтобы прощение грехов было совершено. Последний возглас Христа на кресте совершилось, свидетельствует о том, что в этот момент было полностью заплачено за грехи всего рода человеческого. Давным-давно в Царской России жил один человек, на плечах которого лежал огромный долг, который он не мог выплатить, а потому должен был окончить свою жизнь в рабстве. Для того, чтобы выплатить весь свой долг, этот человек старался изо всех сил. Но долг был настолько большой, что все его усилия были тщетными. И вот однажды вечером этот человек сел у стола и уснул. Как раз в то самое время в тех местах проезжала царская свита, и сам русский царь был тоже там. И случилось так, что они проезжали именно мимо дома этого человека. Они остановились для того, чтобы напоить своих лошадей. И когда они остановились, они зашли в дом и увидели человека, который спал, уронив голову и руки на стол. А на столе лежали бумаги. Русский царь из любопытства взглянул на книгу, над которой работал этот человек. Это была конторская книга. И в ней был записан большой долг этого человека. И под этим долгом, под этим счетом было написано, кто может оплатить такой огромный долг. И царь поставил свою подпись и написал «Царь России». Именно царь оплатил весь неоплатный долг этому простому человеку. У нас был огромный долг. Но Христос на кресте заплатил немыслимо большую цену за наше освобождение, в результате чего нам и прощены все грехи. Более того, кровью Христа мы искуплены от греха, как от силы, рабом которой человек является от рождения. И мы теперь не являемся рабами греха. То есть грех не имеет власти над нами. А это значит, что мы можем противостоять греху и жить победоносной жизнью. Кровью Иисуса Христа мы искуплены от следования ценностям и мнению общества, в котором, к сожалению, нету места Богу. Кровью Христа мы искуплены от царства сатаны, от проклятия закона, то есть от наказания, так как Христос стал проклятием вместо нас. И кровью Христа мы искуплены от закона, как средство оправдания перед Богом. Более того, мы искуплены Христом для Господа и служения Ему. То есть другими словами, в Иисусе Христе мы имеем свободу для того, чтобы служить Господу, для того, чтобы следовать за Господом, для того, чтобы совершать волю нашего Господа, то есть волю того царя, которому мы принадлежим, волю того царя, который имел возможность, имел власть оплатить все наши долги. Освобожденный раб никогда не забудет огромной цены, заплаченной за его свободу, которая направлена на то, чтобы действительно от всего сердца желать и стремиться служить своему Господину. Кровью Иисуса Христа мы искуплены для вечной жизни в Царстве нашего Господа, в Царстве нашего Царя, который над всем царями. То есть благодаря искупительной жертве Христа, на которую мы и уповаем, мы имеем уверенность в том, что мы обладаем вечной жизнью. Кровью Иисуса Христа, как об этом и говорит Священное Писание, мы искуплены для жизни перед Господом по Его правде. Другими словами, сегодня у каждого из нас есть во Христе Иисусе способность по благодати отвергать всякое нечестие и всякую неправду и идти путем Божьей правды. И даже тогда, когда мы оступаемся, не желая этого, у нас есть возможность в Господе Иисусе Христе, исповедуясь перед Ним, подниматься и идти путем Божьей правды. Потому что кровью Христа мы для этого искуплены. Итак, истина об искуплении сводится к трем основным идеям, о которых нам очень важно помнить. Мы искуплены дорогою ценою, кровью Христа. Мы выкуплены дорогою ценою из рабства греха для Господа, которому принадлежим. И благодаря искуплению, совершенному Господом, мы получили свободу для новой жизни. И эта свобода должна быть обращена на служение нашему Искупителю, ибо в этом благо для каждого из нас. Поэтому, дорогие братья и сестры, взирайте на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший по срамлению, и воссел одесную престола Божьего. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. В связи с этим вспоминается небольшое стихотворение «Не смотри на людей – соблазнишься, не смотри на себя – усомнишься, смотри на Христа – укрепишься. Помоги мне смотреть на тебя, хоть и трудно порою и больно, побеждать нелегко себя, плоть желает пожить еще вольно. Помоги мне смотреть на тебя, помоги мне смотреть на тебя, от ударов судьбы не ломаться, когда жалко до боли себя, и в беде, и в скорбях улыбаться. Помоги мне смотреть на тебя, помоги мне смотреть на тебя, вспоминать те библейские дали, когда люди тебя распинали на Голговском кресте за меня. Помоги мне смотреть на тебя». Дорогие братья и сестры, сейчас мы будем вместе с вами молиться. И пусть Господь направит нас всех в этой вечерней молитве. Прежде всего, взирай на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который является совершителем веры нашей, и который претерпел над собою поругание вместо нас, дабы мы не ослабели. Прославить Его за то, что в Его крови мы имеем свободу для новой жизни, что в Его крови мы имеем свободу для того, чтобы следовать за Ним и, уповая на Него, иметь подкрепление душам нашим, дабы нам не изнемочь и не ослабеть. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя, славим Тебя за то, что Ты кровью Сына Своего искупил нас от грехов наших. Ты заплатил, Господь, ту цену, которую мы не могли заплатить за все наши долги и беззаконие. Ты искупил кровью Сына Своего нас от рабства греха, от сил тьмы, от этого лукавого безбожного мира. Ты искупил нас кровью Иисуса Христа для Себя, чтобы мы Тебе принадлежали и Тебе служили, для правды Твоей, чтобы мы жили по правде Твоей и шли путем Твоей истины. Ты искупил нас, Господи, для вечной жизни. И Ты говоришь нам о том, что благодаря этому искуплению нам все грехи наши прощены без исключения. И мы можем иметь и сегодня эту великую радость в нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе и укрепляясь в этой истине, продолжать следовать за Тобою, дабы не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Аминь.